Охота на полонины. Уже полгода тянется долговой процесс по аренде пастбищ высокогорной верховины. Почему правозащитники заявляют, что селян искусственно загнали в долговую яму? И чего на самом деле добиваются их оппоненты? Разбиралась Анна Дучак. 110 гектаров пастбищ семья Кошелюк арендует уже более 30 лет. Ежегодно платили 1% от оценочной стоимости земли, как предусмотрено в договоре с сельсоветом. Но в 2014-м Верховная Рада повысила арендную ставку до 3%. Платить по-новому селяне не смогли. Пока протестовали, накопилась задолженность около 40 тысяч гривен. И местная прокуратура стала изымать пастбища через суды. В том году уже было три случая, три суды, в которых людей, например, взяли. И суд обернул уже с ними договор. Люди заплатили за аренду, а договор у них не поновленный. В начале этого года, после обращений местных депутатов и активистов, парламентарии все же вернули прежнюю арендную ставку. Но для местной прокуратуры это не аргумент. Анна Кошелюк уже полгода отстаивает свои права на аренду пастбищ в судах. Перед началом судебного заседания прокурор вызвал Кошелюк на приватную беседу. Но ее адвокат заявил в присутствии их журналистов. По мнению защитника, такие переговоры – это попытка оказать давление на женщину. Прокурор оправдывается. Просто хотел пообщаться. Но Анна убеждает. Прокурор убеждал ее, что вариантов нет. Или заплатить деньги, или землю отберут. Адвокат убеждает. Никаких оснований для того, чтобы лишить Гуцелов пастбищ нет. Просто власть через правоохранителей пытается изъять земли под строительство трассы в Румынию. На этом судебном заседании ожидали уже окончательное решение. Но судья постановил дать прокуратуре еще месяц для сбора новых доказательств. И перенес слушание на конец июля. Диана Клочко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканала Интер. Ивано-Франковская область.